Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня после небольшого перерыва в нашей студии, любимого радио «Медиаметрикс Казахстан». Небольшой перерыв был связан с тем, что мы сделали вакцины и ждали определенный период. И такое небольшое обоснование того, почему нас долго не было. А сегодня, в преддверии Дня журналистики, мы пригласили Татьяну Шевченко, которая возглавляет службу корпоративных коммуникаций ВТБ «Банка» и является президентом нашего клуба казахстанских пиарщиков «Пиарши». Добрый день, Татьяна! Добрый день, Элита! Я не случайно сегодня пригласила Татьяну, потому что Татьяна начинала свою профессиональную карьеру как журналист. Татьяна – выпускница Евразийского университета, она сама сейчас об этом расскажет, потому что я точно не знаю, как называется ее факультет или кафедра, но она сама сейчас об этом расскажет. А почему именно сегодня мы решили собраться? Потому что через несколько дней будет День журналистики, и мы хотим поздравить наших коллег, скажем так, по отрасли, с этим замечательным праздником. Немного об истории Дня журналистики. В июне этого года исполняется 10 лет, когда в 2011 году указом президента был учрежден профессиональный праздник, такой День связи и информации, День работников связи и информации. Но позднее, в 2019 году, глава государства Касымжима Атакаев подписал указ о том, что это профессиональный праздник именно журналистов. Вот, с наступающим праздником, дорогие коллеги. Татьяна, скажите, пожалуйста, как вы пришли вообще в журналистику, с чего все начиналось? Ну, условно, свою историю небольшую. Да, хочу поздравить коллег с профессиональным праздником, но, честно говоря, я считаю этот праздник и своим. Мой журналистский путь начался с поступления в тот момент, в 1995 году, на отделение журналистики филологического факультета Евразийского университета имени Гумилева. Мы были уникальным курсом, у нас всего было 10 человек, по большому счету, кто дошел до выпуска. У нас было русское отделение журналистики и казахское отделение журналистики. И примечательность обучения именно в тот период была в том, что так как факультет, вернее, даже не факультет, а отделение только открылось, у нас не было академических преподавателей, то, как это должно быть. Мы учились у практиков. Нашими преподавателями стали главные редактора городских изданий, городских телеканалов. И мы учились, по сути, с колес. И это было очень уникально. Может быть, где-то нам на тот момент не хватало теории, но практики было достаточно. Тогда, на самом деле, когда вспоминаешь этот путь, думаешь, вроде бы совсем недавно это было, а в этом году уже 22 года, как мы закончили университет. Поэтому в тот момент было, с одной стороны, не так много изданий. Я вспоминаю, где, собственно говоря, начался этот путь. А ведь были такие популярные газеты на тот момент. Это «Инфоцесс» в Астане, телеканал «Эра», который стал прародителем седьмого нынешнего канала, «Казахстанская правда», «Акмолинская правда». И, в принципе, все в этих редакциях, когда мы приходили, к нам относились очень тепло, не как к студентам, а как к коллегам. И это, на самом деле, давало огромное доверие, оно подразумевало под собой большую ответственность. И мы по-честному отрабатывали свой хлеб и свои гонорары, кстати, начисляли нам так же, как обычным журналистам. А потом в моей жизни уже случился «Алма-Аты», и здесь один из самых успешных, на мой взгляд, опытов и знакомства с такими очень классными, талантливыми людьми, которые я считаю своими учителями. Это Женебек Сулеев, Ельдей Светкимел. С очень многими ребятами мы там познакомились. Это огромный опыт. И там уже я прошла путь от журналиста до первого заместителя главного редактора. В общей сложности, да, где-то 8-9 лет журналистики. Что, ничего себе, это огромный опыт. Таня, я даже не знала, что такое опыт журналистики. Я думала, что несколько лет там. Нет, там вот в рамках этих 8-9 лет у меня еще случился опыт государственной службы. А, ну это тоже замечательно. Ну, небольшой, но тем не менее. А где работала? Работала в городе Степногорске после университета. В общем, я как-то комсомолка решила, что надо как-то себя проявить, где-то показать. На самом деле можно было, конечно, остаться в столице. Ну, хотелось приключений, хотелось, вот, знаешь, еще был такой запал, поехать куда-то там. Классно. Мы же все-таки дети, в общем-то, такие перестроечные с одной стороны, с другой стороны. У нас вот сильные такие еще советские были установки пойти, покорить, показать. Я уехала в город Степногорск, и там работала как раз-таки в городских изданиях, на городском телевидении. И тогда там появилась, наверное, первый раз, это был 2000-2000 год, появилась первый раз в Акимате вакансия. Она называлась главный специалист отдела внутренней политики и социальной сферы-пресс-секретарь. Ну, я тебе хочу сказать, конкурс был там прям 6-7 человек на место. Я сдавала экзамены на госслужбу, это было, ну, на самом деле, это был высов лично себе, смогу-не смогу. Проработала я там где-то 7 месяцев, и потом, когда открылась вакансия на городском телеканале, я очень быстренько оттуда ушла. Но я тебе хочу сказать, что я ушла оттуда, потому что мне было снова интересно, я поняла, что я с этим справилась, мне это было интересно, но не хватало вот этого драйва. В чём отличие, там, журналистики от пиарщика? Замечательно, Татьяна. А какой-нибудь самый запоминающийся случай вот из твоей журналистской практики? Можешь поделиться? Ты знаешь, вот он такой на стыке, наверное, журналистики и пиара, когда я поняла, в чём суть, собственно говоря, пиара и коммуникации. Я работала на телеканале как раз-таки и делала городскую программу. В общем, у меня появился вдруг поклонник, мне стали появляться цветы в офисе, и, в общем-то, весь коллектив дружно намекал на то, что вот кто-то у тебя там есть, почему ты не разговариваешь с человеком. А мне молодой человек, ну, вернее, молодым его не очень назовёшь на тот момент, в общем, мне прислали цветы, со мной пытались поговорить по телефону, но я же была звезда, молода, вся такая вот. В общем, с большим самомним. Оказалось, что это был один из предпринимателей города, который просто хотел, у него появился новый бизнес, появилась новая пекарня, он хотел, чтобы мы в своей программе вообще об этом рассказали. Но вот он посчитал, что сначала нужно наладить со мной как-то отношения, а потом, собственно говоря, прийти уже с конкретным предложением. Я это восприняла абсолютно по-другому, и когда мой руководитель через вот две недели цветов, мытарств и моей звёздности пригласил меня в кабинет, я увидела этого человека, он меня посадил, говорит, «Татьяна, с людьми надо разговаривать». В общем, на тот момент я поняла, что прежде чем делать какие-то выводы скоропалительные, скоропостижные, нужно сначала всё выяснить и поговорить, а что, собственно говоря, от тебя хотели. И, ты знаешь, это был таким хорошим уроком, большим, конечно, ударом по самолюбию женскому, вот, с одной стороны. С другой стороны, это был такой хороший урок по отношению ко всей работе, которую я делала дальше. Отлично. И во всём, в моей профессиональной деятельности. А хлеб появился в редакции? Хлеб появился, программа вышла замечательно, и на самом деле это очень классная пекарня. В общем-то, я уже давно не слежу за развитием города, но, тем не менее, на тот момент, когда я уезжала, это была одна из самых популярных пекарей. Замечательно. Татьяна, смотри, вот ты перешла из журналистики в пиар, да? Да. А вот какой опыт журналиста пригодился тебе как пиарщику? Поделись, пожалуйста, потому что это очень важно, мне кажется. Ты знаешь, мне кажется, каждый пиарщик хотя бы недолго должен проработать журналистом. Потому что, во-первых, ты понимаешь то, как устроена редакция. Как выстраивается подача новостей, какие стили есть, что приемлемо, что неприемлемо. Ты знаешь целевую аудиторию того или иного издания. Ты учишься, во-первых, формулировать свои мысли, чётко их излагать. Количество знаков или время, тайминг никто не отменял. Ты учишься задавать вопросы, раскрывать тему. И один из самых, на самом деле, мне кажется, важных навыков для пиарщика – ты умеешь общаться, учишься общаться и взаимодействовать с людьми разного статуса. Сегодня ты говоришь с дворником, завтра ты говоришь с министром, послезавтра ты говоришь с президентом. Для коммуникатора это очень важно. Но это базовая вещь, на которую, если ты решил остаться в коммуникациях, ты должен наращивать другие компетенции. Потому что коммуникатор – это не только журналист. Ты ещё и финансист, ты ещё и проектный менеджер, ты ещё и риск-менеджер, ты юрист, психолог, фотограф. Нужно подчеркнуть, добавить и отметить. Я, когда для себя приняла решение, что я хочу работать именно в коммуникациях, я пошла учиться дальше. После журналистики был уже МГУ, экономика и управление, уже дополнительные скиллы в HR, дополнительные скиллы в технических каких-то моментах. Но это нужно очень чётко осознавать. Ты знаешь, мне в этом плане очень сильно помог опыт работы редактора. Потому что, когда ты журналист, ты работаешь над одной темой, а когда ты редактор, ты смотришь огромное количество разноплановых материалов. Тебе нужно скомпоновать номер, программу, так, чтобы она, знаешь, всё достойное внимания. Чтобы тебе не было стыдно за то, что ты выдаёшь в эфир, для того, чтобы ты попал в ожидание своих зрителей, читателей, своей целевой аудитории. И тогда ты смотришь на это уже совершенно иначе. Ты смотришь, что интересно, какие фишки можно использовать. И вот именно этот опыт, я считаю, для меня был ключевым и помог вот этому переходу. Замечательно. Это очень хорошее дополнение, потому что, ну, так часто считают, что любой журналист может стать там сразу пресс-секретарём. То есть, нелегко было, да, перестроиться? Нет. Знаешь, перестроиться было первое время очень сложно, потому что хороший журналист не всегда хороший редактор. И хороший журналист не всегда сможет работать в пиаре. Потому что, по сути, что для журналиста рейтинг и известность, то для пиарщика может стать большой головной болью. Поэтому чуть-чуть по-другому это становится, когда пиарщик смотрит, или коммуникационщик смотрит на это с позиции конкретного конечного потребителя, целевой аудитории. Потому что профессиональный журналист, у него нет задачи убить твою компанию, твоего работодателя. У него есть задача объективно показать картинку. Правильно, профессионально раскрыть тему с разных сторон. Поэтому, когда ты поднимаешься чуть выше и не становишься просто пиарщиком компании, а становишься конкретно коммуникатором, для которого важны конечные цели, ты совсем по-другому начинаешь это рассматривать. Поэтому вот это перестроиться очень сложно. Потому что тут ты за одно, там ты вроде как за другое, но если ты сверху, тогда всё становится более чётко и понятно. И мне кажется, Татьяна, что этому нельзя научить, ты должен сам этому как-то научиться. Вот ты до этого говорила, мне помогла учёба в МГУ, учёба ещё где-то, какие-то курсы. Но вот этот вот аспект, о котором ты сейчас сказала, мне кажется, человек должен сам его прожить, пройти через свой собственный опыт. И вот в этом плане я тебе хотела ещё один вопрос задать. Вот ты была журналистом, потом ты становишься пресс-секретарём, потом переходишь ещё в корпоративную сферу. Мне кажется, ты работала в Сбербанке, потом перешла в ВТБ-банк. Скажи, пожалуйста, а как нужно выстраивать, уже будучи пиарщиком, отношения с журналистами теперь? Мне кажется, это тоже важный момент, потому что вот, например, у меня как сложились эти отношения, достаточно интересно. Я была в кризисной ситуации, и просто, скажем так, я сразу их выстроила, не знаю, правильно или нет, потому что я попала в такую ситуацию, что журналисты пришли ко мне в кабинет, да, брать интервью, потому что это была такая достаточно скандальная, скажем так, тема. Но я бы не хотела, чтобы таким способом журналисты выстраивали свои отношения, вот со своими ключевыми стейкхолдерами, которыми являются СМИ. Знаешь, здесь, наверное, самый первый, главный момент – понять, просто уяснить, зарубить себе на носу, повесить большими буквами в своём кабинете. Журналист тебе ничего не должен, абсолютно ничего. У него своя работа, у него свои цели. И когда ты на это смотришь именно так, смотришь, вот то, о чём я говорила, с позиции конкретной целевой аудитории, ты начинаешь по-другому на это смотреть на его работу. Нужно чаще, во-первых, понять, он тебе ничего не должен, абсолютно. Нужно разговаривать с ним и выступать для него партнёром. Что в моём понимании партнёрства? Во-первых, спрашивать, разговаривать с ним о том, какие темы интересны сейчас его целевой аудитории, целевой аудитории этого издания, программы. Во-первых, уточнять все эти моменты и анализировать, как ты можешь помочь в этом, ну, то есть осветить ту или иную тему. Самому смотреть инфополе, понимать, что сейчас актуально, что неактуально, где ты можешь встроиться вот в эту повестку на сегодняшний день новостную. Вот, и помогать уже журналисту конкретной экспертизой своей собственной, экспертизой своей компании, там, спикерами, какими-то обучающими программами по теме, потому что, ну, не секрет журналистов, которые специализируются конкретно, ну, даже если брать тему финансов, да, финансы бывают разные, и кто-то специализируется ровно на каких-то узких моментах. Но в целом нужно помогать журналисту развивать его профессионально, в той теме, в которой ему интересно. Вот, еще один важный момент, ну, я не буду сейчас говорить о таких прописных истинах, конечно, там, каждому должно, каждой целевой аудитории, каждому журналисту должен быть свой релиз и так далее. Важный момент — не спамить. Даже если вы крупная компания, это не значит, что вас должны там писать каждый день по поводу бесповозда, вы чихнули или что-то там, не знаю, почесали себе бровь, и об этом должны все написать. Не, ну, если интересно к чему аудитории, то… Нет, если интересно, то безусловно. Есть же пишут каждый день. Нет, есть, я согласна. Я шучу, ну, не каждый день, конечно, но часто. Но здесь должно быть условно, ты должен четко понимать, что является инфоповодом, а что инфоповодом не является. Ну, давай немножко об этом тоже, раз, для нашей ключевой аудитории скажем. Ну, на самом деле, когда ты выпускаешь релиз, тот или иной, либо ты смотришь ту или иную новость, которую ты хочешь подать, ты должен четко понимать, вообще сейчас людям это интересно или нет, какую ценность ты привнесешь для целевой аудитории. И после этого уже там звонить и предлагать, либо рассылать, либо звонить и договариваться по какой-то теме. Вот, поэтому... Вот я вчера на информбюро прочитала материал, что профессор нашего медицинского университета имени Асфиндиярова, к сожалению, не запомнила, пусть мне простят ее фамилию, просто боюсь неправильно произнести, сейчас вспомнила в связи с тем, что ты заговорила об инфоповоде. Она сказала, что сдавать тест на антитела после вакцинации бесполезно. Вот она так считает. Вот как ты думаешь, это является инфоповодом? И вот журналист на основании вот этого ее заявления строит, значит, свою статью. И вот все, что я там прочла, весь смысл сводится, месседж, что не надо делать. В то же время я, например, лично знаю, и там такие комментарии на Западе не делают, ну, такие далеко и дочие выводы на самом деле делают на Западе. И есть такие тесты, в статье говорится, что нет таких тестов. Ну, понимаешь, все-таки это уважаемый портал, но я его всегда читаю, каждый день. Извините, если это какая-то реклама, но я читаю всех. Сразу скажу, и Тенгри Ньюс, и Капитал Курс, и всех назовусь. Чтобы никому обидно не было, и Форбс, конечно. Но просто эта статья была именно… Что ты думаешь, вот это вообще информационный повод? Для компаний, которые занимаются анализами, которые имеют экспертизу, это информационный повод. На самом деле, я вот тут тоже не совсем согласна, я считаю, что после вакцины есть определенные… Может, у нас методик просто нет, это другое дело, да? Да, это другая тема, но на самом деле эту тему можно сюда привязать. И для журналиста, и для коммуникатора компании, который, например, занимается фармой, который занимается диагностикой и проводит именно такие исследования. Если есть четкое подтверждение тому, что нужно проводить, вообще я считаю, что нужно проводить, потому что нужно же понимать, насколько эффективна была вакцина, да? И ты же должен понимать, что срок действия вакцины, да, давайте вспомним свои детские прививки, они же имеют определенный срок годности, да? Не прошли мы тему коронавируса, все-таки у нас типа день журналиста. Ну, мы же говорим сейчас про инфоповоды, но это как раз-таки вопрос в том, что коммуникатор компании может взять это как инфоповод и предложить журналисту уже экспертизу своей компании по этому поводу. Я еще просто тебе хотела сказать вот что, смотри, наверное, в материалах такого рода, наверное, должны быть какие-то другие мнения, да? Да, я просто ты сказала, вот я не хочу никого обидеть, я не хочу никого обидеть, но профессионально должно быть несколько мнений, нас этому учили. Потому что я, например, как бы прочитав эту статью, допустим, я неинформированный, ну, какой-то читатель, я теперь возьму и не буду делать тест, да, на антитела. Ну, да, получается, что так. Хотя я, прочитав эту статью, укрепилась, что надо делать. Ну, Аита, у нас у всех свой бэкграунд и свой опыт, но, ты знаешь, вот по поводу образования, по поводу профессионализма, как журналистов, так и пиарщиков очень много говорят, коммуникаторов, то есть в целом. Ну, я эту статью для справедливости ради просто так вспомнила. Нет, я просто потому, что вопросы эти поднимаются, на самом деле, когда приходят ребята вот работать, почему я сказала, что каждый пиарщик должен проработать журналистом. У меня была такая история, ко мне пришел на практику молодой человек, сейчас он уже достаточно известный менеджер, он пришел, закончив пиар нашего одного уважаемого ведущего вуза здесь, в Алматы, вот, и когда я его попросила подготовить информацию, он говорит, а что я должен? Я говорю, а кто? Он говорит, ну журналисты же напишут, я говорю, вас не учили? Он говорит, нет, а зачем? Журналист же напишет. Я говорю, ну ты же должен знать, что он должен написать, как он должен написать, какие там преимущества, что это дает вообще? Он говорит, нет, нам сказали, это работа журналистов. Поэтому один из скиллов, коммуникатор должен знать ровно столько же в контенте, в подготовке материала, во всех трендах, сколько же, сколько журналистов. То есть это необходимая компетенция? Это необходимая компетенция, поэтому ты помимо своей профессиональной деятельности, ты всегда, то есть журналистская деятельность, работа журналистов, какие последние тенденции в подаче информации, в контекстах и так далее, ты должен обязательно за этим следить. В Северском университете этому учили? А там другая специальность? Там была именно журналистика, так как я заканчивала именно журналистику. Ну конечно, нас этому учили, знаете, говорю, нас учили, у нас было вот, честно, с теплотой вспоминаю, мы учили, у нас вот так чуть-чуть теории и практика, и ты, может быть, иногда даже не совсем понимал, зачем ты так делаешь, но ты понимаешь, что так правильно сделать. Замечательно. А если говорить по поводу еще тех моментов, на которые нужно обращать, когда выстраивать отношения, самая большая боль журналиста, и когда ты журналистом поработаешь, потом приходишь в коммуникации, это скорость ответа на вопросы и на запросы, и качество этих ответов. Поэтому, помимо всего прочего, не спамить, смотреть на это с позиции выше и полезности для целевых аудиторий, для журналиста и как ты, может быть, ему полезен, очень четко, вовремя, а лучше раньше и грамотно, профессионально давать комментарии. Это большое подспорье, это вот я называю партнерскими отношениями, когда вы помогаете друг другу, у каждого цель своя, с одной стороны, с другой стороны, вы в партнерстве, а когда вместе, вместе получается быстрее. Одна голова хорошо, две всегда лучше. — Замечательно. Вот, кстати, ты вот в другом ключе повернула нашу беседу по поводу партнерства, да, мне кажется, это замечательная тема, потому что действительно в каком-то, скажем так, ракурсе, если посмотреть, действительно же партнерство. — Потому что журналисты, с одной стороны, хотят осветить какую-то тему, там, злободневную, острую или важную, там, для жизни, для здоровья, там, ключевой аудитории и так далее, да, с тем, чтобы читателю или зрителю было интересно это смотреть, да, а пиарщик, он должен предоставить, как бы сказать, самую точную, востребованную, достоверную, там, актуальную, свежую информацию, да, чтобы было тоже интересно, правильно? — Абсолютно. — Да, в этом смысле, конечно, задачи совпадают. — Задачи в этом смысле совпадают, самое главное, чтобы пиарщик об этом помнил. — Бывает-забывает. — Ну, на самом деле, знаешь, вот в чём разница, да, почему вот, если так вернуться, почему я ушла в своё время из, ну, госслужбы и вернулась? Хотелось кайфа, драйва, вот это больше тем, больше всего. В чём отличие между журналистом и пиарщиком? Вот, с одной стороны, есть вопрос, понятное дело в том, что журналисты обычно, у нас очень мало журналистов, которые специализируются на темах в Казахстане, да. У нас обычно ты тут пишешь про завод, тут про пароход, а там про… — Вечером про коронавирус. — Да, вечером про коронавирус, например. Вот. При этом ты понимаешь, что ты не можешь быть экспертом абсолютно во всех этих темах. А когда ты работаешь в коммуникациях и в компании, ты уже эксперт априори в этой теме. У тебя, в смысле, у тебя один работодатель, да, может быть, несколько направлений, но твой круг… — В индустрии. — Да, в индустрии. Ты в индустрию, твой круг тем, с которыми ты очень плотно работаешь, он у тебя в принципе ограничен. Если ты работаешь давно, ты там априори уже сам 10 раз эксперт. Поэтому в этом разница. Почему еще многие журналисты не могут как бы работать в корпоративном секторе? — Думаешь, неинтересно? — Становится неинтересно, скучно. Ну, знаешь, это бытует мнение, и, наверное, оно у меня тоже было, когда я была журналистом. Ну, подумаешь, написал пресс-релиз, ну, типа один. Ну, пресс-конференцию раз в пятилетку провел, ну, и типа свободен. А на самом деле тебе же важно поддерживать информационный фонд своей компании, важно подавать экспертизу. Ну, не мне тебе говорить, сколько занимает корпоративное согласование, да, там. — Да. — Это журналисту кажется, что это вот выдало релиз, и все, а сколько ты кругу фада пришел до того, как ты согласовала. — Ну, не будем раскрывать эту кухню накануне тех журналистиков. — Поэтому на самом деле есть интересное и там, и там. Но когда, я говорю еще раз, это партнерство, когда вы понимаете, что вы вместе, у вас свои цели, но каждый, но вместе вы их достигнете быстрее, тогда все классно получается. — Ну, замечательно. — По крайней мере, к этому нужно стремиться, моя твердая убеждения. — Татьяна, а вот такой долгий уже опыт работы в корпоративном секторе, скажи, пожалуйста, какие проекты со СМИ? Конечно, их было много. Можешь рассказать о каком-то, который ты считаешь успешным, и почему? Вот критерий успешности проектов работы именно со СМИ. Потому что у пиарщика, у него несколько ключевых стейкхолдеров, да, это и правительство, госорганы, правильно, это и общественность, да, это клиенты и так далее. Но СМИ — это одна из ключевых, скажем так, аудиторий тоже твоих. — Ну, знаешь, вот здесь я тебе скажу так, что успешность проекта зависит от цели, которые ты ставишь под каждый проект. Когда ты что-то начинаешь, ты задаешь себе вопрос, я это делаю, чтобы что. По сути, по большому счёту, что делает коммуникация. Мы либо формируем общественное мнение, либо его изменяем, либо его укрепляем. Поэтому в зависимости от того, что ты ставишь себе в задачу, соответственно, такие кипя и ты под этот проект и подтягиваешь. Но прям вот такого, наверное, суперяркого проекта я, наверное, не смогу тебе назвать. Каждый был ярок по-своему, и если о каждом говорить, то, в общем-то, эфира не хватит. Но я хочу сказать, вот для меня твёрдое убеждение, неважно, вот цель, понятно, что каждый журналист считает по-своему, у него рейтинги, прочитываемость, дочитывость, комментарии, вовлечённость. У нас тоже всё это есть. Это такие, ну, инструменты, что ты можешь замерить. Но для меня важно, чтобы журналист остался своей работой доволен, чтобы аудитория, целевая аудитория, на которую это было нацелено, чтобы она получила, ну, вот какой-то отклик, какие-то знания. Ну, вот сейчас идёт кампания по вакцинации, вернёмся к коронавирусу, да. Чем будет выше процент вакцинированных, тем, значит, более чётко и слаженно работают службы, которые этим занимаются. И, соответственно, кампания, когда она доносит эту информацию, то есть должно быть win-win с трёх сторон, тогда это успешно для всех. Татьяна, ты не хочешь вернуться в журналистику? Ты знаешь, иногда накатывает. Накатывает? Да, иногда накатывает, иногда хочется вот прийти не в пиджаке и не на все пуговицы, вот. Но когда ты приходишь, я несколько раз ходила к своим коллегам, друзьям в редакцию, посмотришь на всё это, ну, у них своя история, а у тебя уже своя. И я поняла, что мне комфортно в этой истории, когда я принимала решение остаться в журналистике, либо уйти в коммуникации, я поняла, что мне вот комфортно в этой, мне комфортно помогать им делать их работу качественно. Спасибо большое, Татьяна, за такую интересную беседу. Надеюсь. А мы поздравляем наших коллег, партнёров по отрасли с профессиональным праздником, Днём журналистики. Желаем крепкого здоровья, крепкого, крепчайшего иммунитета, успешных проектов и благополучия. Да, коллеги, от себя лично, от вообще всех пиарщиков Казахстана, так как я президент клуба пиарши, хочу поздравить вас с этим профессиональным праздником, но и нас тоже, потому что, говорят, журналистов тоже бывших не бывает. Отлично. Поэтому с праздником, коллеги. Спасибо большое, Татьяна. Было очень здорово сегодня пообщаться в нашей студии «Медиаметрикс Казахстан». До новых встреч, друзья. Спасибо. Спасибо.